Долгожданное решение ярославских губернаторов Дмитрий Миронов сообщил о том, что дом Набатова, в котором взорвался газ, будет расселен. Неравноценная замена на Чкалово после подключения дома к отоплению. Целый подъезд оказался затопленным горячей водой. Только ЛОКО создатели фильма про погибшую ярославскую хоккейную команду представили первый трейлер проекта. Монетные портреты в Ярославле открылся уникальный проект, созданный белорусским художником Вадисом. Здравствуйте, в эфире «Время новостей» городского телеканала в студии Наталья Пиунова. Дом Набатова признан аварийным, его будут расселять. Об этом сегодня заявил губернатор Дмитрий Миронов. Глава региона встретился с жителями многоэтажки и расставил все точки над «и». Повторная экспертиза здания, проведенная Московским проектным институтом, показала, что дом обратно заселять опасно. Дефекты, возникшие во втором подъезде, могут за собой потянуть и оставшиеся. Потому что здания работают как одно, единое целое. То есть, если бы мы начали проводить аварийно-восстановительные работы по второму подъезду, то дальнейшая конструкция могла повести себя как бы неадекватно, да? Да, это просто могло произойти обрушение. Оно не прогрессивное, просто по времени и месту. Областное правительство обратится в Федеральный резервный фонд с просьбой о выделении средств для покупки жилья пострадавшим. А пока до 31 октября они проживают в гостиницах. Ярославцев обеспечивают бесплатным трехразовым питанием. Потом семьям снимут временное жилье. Мэрия компенсирует фактические расходы. Вопросы тех, кто хочет остаться в отелях, будут решать индивидуально. Из резервного фонда правительства области выделено 29 миллионов 330 тысяч рублей для собственников 12 квартир, разрушенных в результате ЧП. Найден в Брагине и застройщик, который готов предоставить жилье по этим средствам. Напомню, в доме 5, корпус 2, Пабатова в августе произошел взрыв бытового газа. Трое человек погибли, в том числе восьмилетний ребенок. Пострадали четверо. Семьям погибших выплатили по миллиону рублей. Троим, прошедшим стационарное лечение, перечислено по 200 тысяч. Оказана и адресная социальная помощь. Расследование уголовного дела, юрисдикция следкома России. Трещины увеличиваются ежедневно, и они находят новые трещины. Конечно, мы рады тому, что нас расселяют. Мы давно ждали именно губернатора. Потому что разные слухи ходят. Хотелось бы, чтобы все были с первых уст. В принципе, я доволен с трещиной. Самое главное, что дом признали аварийным. Хотелось бы, пока мы не получили новое жилье, новые квартиры, или там иушники какие-то купили, чтобы нас продлили в гостинице. Начало отопительного сезона в Ярославле обернулось сезоном дождей. Так произошло в доме Ночкалова. Горячая вода хлестала с потолка и по стенам. Вместо того, чтобы прибавить в квартирах градусов, включение отопления прибавило проблем. Причем собственники два часа ждали спасения от потопа. Валерия Сыромятникова отправилась на территории, заставленные ведрами, тазами и кастрюлями. Сливать приходилось литров пять точно и каждые десять минут, рассказывает Андрей Шапкин. Квартиру на Чкалово 60 со свежим ремонтом молодая пара купила месяц назад. В районе десяти утра еще не было такого печального состояния, но где-то ближе уже к двадцати, к десяти минутам начало тупить прямо жестко. Переживать толку уже нет, все равно затопило, все равно все уже придется либо менять, я даже не знаю, что с этим делать, если честно. Квартира находится на четвертом этаже. После нового ремонта на белых полах и потолках видно, что вода предназначалась для отопления. Сейчас приходится спасаться только пакетами, технику, укрывать и мебель, но потолок вот-вот, кажется, прорвет. В помещении повыше уже вода просочилась с десяток квартир по правой стороне второго подъезда. Течет по стенам, проводке, лестнице. Я в девять часов ушла на работу. Сын грудит, мама все течет, все бросает везде и едет домой. Позвонил, сказали, ждите. Прошел на час, все хуже, хуже. Ну там боремся, потом уже руки опустились, понятно, ну что вам. Видите, позвонил в мэрию, в мэрию тоже там какие-то шаги приняли. Дом был подготовлен к пуску тепла. Мы разговаривали с директором управляющей компании. Ну, аварийная ситуация, такое, в принципе, бывает. На чердачном помещении сорвало заглушку, поэтому сейчас управляющая компания оперативно устраняет эту аварийную ситуацию. После этого выйдут специалисты управляющей компании, комиссионно обследуют затопленные помещения. Дом должны привести в порядок в течение суток. После установят размер ущерба. Собственникам полагается денежная компенсация. Управляющая компания обещала помочь с ремонтом. Валерия Сремятникова, Максим Сушанов, Новости города. Несмотря на ЧП на пятерке, для трех тысяч домов Ярославля отопительный сезон сегодня начался все-таки как надо. Это 77% жилого фонда. Отопительный период стартовал согласно постановлению, подписанному мэром Владимиром Волковым. Правда, из-за повышенной среднесуточной температуры ресурсоснабжающие организации не разогревают батареи до кипения. Тепло будет примерно на уровне 60 градусов. С учетом эпидемиологической ситуации сейчас, в настоящее время, то есть решили все-таки заранее подготовить постановление и подготовиться к пуску отопления. Потому что погода нестабильная, ночью холоднее, днем теплее. Чтобы предотвратить рост вирусных заболеваний, чтобы создать комфортные условия, было принято решение именно о запуске отопления 7 октября. Согласно графику, пусконаладочные работы должны завершить до 15 октября. Узнать о том, когда ваш дом подключат, можно на сайте ресурсоснабжающей организации, в своей управляющей компании или на портале мэрии. А сегодня одним из первых согрелись жители дома на Красноборской, 34, корпус 2. По словам представителя УК, система отопления была промыта и опрессована, и готова к запуску. Очень важно, ответственно, подойти к этому мероприятию. Мы известили обязательно всех собственников о том, когда планируется запуск отопления, в какое время попросили по возможности их присутствовать дома с целью контроля состояния системы отопления, особенно внутридомовых коммуникаций, внутриквартирных коммуникаций, инженерных батарей, чтобы не было потеков, протечек каких-то, чтобы избежать аварийных ситуаций. Ярославская область занимает 52-е место среди российских субъектов по суточному приросту заболевших ковид. В тройке лидеров две столицы и Московская область. Наименьшие цифры в Чечне, Тыве, Ненецком автономном округе, Чувашии и Татарстане. В Ярославской области за сутки плюс 65 заразившихся. Информацию городскому телеканалу сегодня сообщили в региональном оперативном штабе по ситуации с коронавирусом. Муниципалитеты-лидеры с начала пандемии Ярославль-Рыбинск-Ростовский район. Выздоровевших плюс 98. Отмечу, количество выписанных в регионе превышает показатель заразившихся впервые со 2 октября. Умерших во время эпидемии 47 человек. Таковы официальные данные по новой коронавирусной инфекции на среду. В Ярославле сгорел рейсовый автобус. ЧП произошло сегодня утром на юго-западной окружной дороге. Как сообщили городскому телеканалу в региональном управлении МЧС, сигнал на пульт дежурного поступил в 10.19. Огонь вспыхнул в моторном отсеке. Водители и кондуктор Лиаза до приезда пожарных покинули вспыхнувшую машину. Пассажиров в салоне не было. Автобус номер 19 возвращался в парк на ремонт. Он принадлежит частному предпринимателю. Огонь тушили 8 человек с помощью двух единиц техники. А в крупном ДТП под Ярославлем поставлена точка. Речь о прошлогодней сентябрьской аварии, жертвами которой стали 9 человек, 28 пострадавшими. На участке у села Зайчий холм рейсовый автобус двигался по направлению в Гаврилов ям, когда навстречу выехала фура. Результат лобовое столкновение. Сегодня суд принял решение прекратить уголовное дело в отношении водителя грузовика Анатолия Калиша в связи с его смертью. Никто из участников процесса возражать с таким вердиктом Фемиды не стал. Расследованием уголовного дела занималось региональное управление следкома России. В Ярославле задержаны организаторы сети и горных заведений. Подпольное казино находились по пяти адресам в соседней Вологодской области. В помещениях располагались автоматы для азартных игр. Вход был возможен только по предварительной договоренности. Руководителей подозреваемых в организации незаконной деятельности нашли в столице Золотого кольца. Это 35-летняя женщина и 46-летний мужчина. Последний при задержании пытался избавиться от пакета с 6 миллионами рублей. Свою незаконную деятельность, по данным следствия, вели с декабря 2017-го под видом торговли криптовалютой. Изъято 97 единиц игорного оборудования. Возбуждены уголовные дела. Между тем, Ярославль попал в список городов, где затягивают расследование уголовных дел. Данные на оперативном совещании в Следственном комитете России озвучил его председатель Александр Бастрыкин. Как отметил генерал юстиции, в Ярославской области дела, связанные с убийствами, причинением вреда здоровью, со смертельным исходом, мошенничеством, насильственными действиями сексуального характера и налоговыми преступлениями, расследуется более двух месяцев. По мнению руководителя федерального ведомства, это много. Для сравнения, следователям в Волгоградской и Нижегородской областях, а также Республике Коми, требуется заметно меньше времени. От региональных управлений нарушителей Бастрыкин потребовал объяснений. Закон требует отследователя достаточных и эффективных действий в цели своевременного возбуждения уголовного дела в установлении лица, подлежащего привлечению в качестве обвиняемого. Если вам нужна практическая помощь, сформулируйте, пожалуйста, в чем мы можем вам помочь. Мы поможем. Если нет причин, надо наладить работу. Теперь к другим темам выпуска. Главврач 9-й больницы Ярославля Станислав Белокруф сегодня получил мандат депутата областной думы. Кандидатуру утвердил президиум областного полицовета партии власти и согласовал президиум генсовета в Москве. Теперь отстаивать интересы избирателей вместо однопартийца спортсмена Андрея Коваленко, ушедшего в Госдуму, будет медик с 30-летним стажем. Белокурова работа с законодателя знакома, он был депутатом и муниципалитета, и областного парламента. Планируют, как и прежде, решать вопросы здравоохранения. Я считаю, что и избирателям я это говорил в 2018 году, и сейчас не буду стесняться говорить, что проблемы в здравоохранении есть. Они есть как в общем, так и в отдельно взятых больницах. И прохождение депутатом в областную думу, чем я очень признателен избирателям Дежинского района, это меня, конечно, обязывает на работу, настраивает на работу дальнейшую по укреплению нашего здравоохранения. В ближайшие три года на территории Ярославской области будут проводиться несколько избирательных кампаний крупных. Во-первых, это выборы депутатов Государственной думы. Они должны пройти в 2021 году. По той информации, которую вчера озвучил президент Российской Федерации, по всей видимости, они состоятся, как и планировалось, в сентябре 2021 года. Мы готовы к любому развитию событий, но пока озвучено так. Затем в 2022 году у нас избирается губернатор Ярославской области, это плановые очередные выборы, и муниципалитет города Ярославля. И, соответственно, в следующем году, в 2023, будут выборы депутатов Ярославской областной думы. Улица Пушкина в Ярославле полностью открыта для движения транспорта. Сегодня заказчик проверил готовность объекта, который был отремонтирован по федеральной программе «Безопасные качественные автомобильные дороги». Более 600 метров в проезжей части покрыто новым асфальтом. Нанесена разметка, поставлены знаки, обустроены тротуары и парковочные карманы. Асфальтобетон уложен хорошо, вырубки все положительные, по смеси заключения тоже все положительные. То есть, по вопросам особо-то нет. Но были вопросы по организации дорожного движения на период производства работы, выписывались предписания, но подрядчик, в принципе, реагировал. Ремонт объекта шел с небольшой задержкой из-за замены теплосетей. Кроме того, по словам подрядчика, из-за ошибки в проектировке приходится дополнительно доделывать тротуарную плитку. Приемка назначена на пятницу. Основные все работы закончились на этапе завершения. Самое главное, здесь дополнительные работы оказались по плитке очень прилично. Это связано, например, что плитка 3 метра в проектной документации, а вот эти все подходы к зданиям, вот эти вещи не были учтены. Поэтому все это приходилось доделывать. Сегодня мы завершаем эту работу. Сегодня в городском выставочном зале имени Николая Нужина открылась выставка «Ляпинская ГРЭС. Первенец Ярославской энергетики». На ней представлен почти столетний путь электростанции из красного кирпича и, безусловно, истории людей, строивших такой необходимый для города объект. Идея этой выставки родилась очень много лет тому назад. Идея, она зрела в голове, потому что мысль была такая с директором «Ляпинской котельной Родионы Сергеем Михайловичем» все это сохранить годами и десятилетиями. Сегодня приглашенные на вернисаж восхищались объемом собранных документов и предметов. Это дань, прежде всего, тем людям, которые работали, что их подвиг не забыт. Городу присвоен трудовой доблестью. Вот оно здесь. На выставке восстан барак, в котором жили строители «Ляпинки». В этом году удалось разыскать и местную прессу тех лет. Подшивка этой газеты нашлась в библиотеке имени Ленина. Мы в результате долгих переговоров, они дали нам разрешение на получение. И с помощью генерирующей компании руководства у нас теперь полная подшивка газеты «Торфяник» с 1932 года по 1959 год. Не только столетнее прошлое, но и нынешний день и свидетельства сотрудников котельной и жителей района. Ляпинская котельная – это городообразующее предприятие. Весь микрорайон Ляпинка возник и развивается только благодаря тому, что изначально, сто лет назад, была запущена в эксплуатацию Ляпинская котельная. Подумали и о молодежи. В залах установлены тач-экраны. Там сосредоточено гораздо больше информации. 22 декабря, к столетию плана ГЛРО, энергетики выложат собранные материалы в виртуальной выставке на корпоративном сайте для всеобщего доступа. И следующим шагом станет реставрация самой котельной. Как раньше, теплом Ляпинка обязана согреть ярославцев в своей удивительной истории. Марина Смарагдова, Михаил Орлов, Новости города. Российские парашютисты готовят документы для регистрации новой дисциплины – вертикальная винг-сьют-формация. Летом команда из 18 человек, среди которых двое ярославцев, впервые выполнила в воздухе такую фигуру, установив пока неофициальный рекорд. На них такого никто не делал. Подробнее об этом в виде спорта и о красоте планирующих полетов поговорим в четверг. В программе на повестке дня парашютисты и человек-самолет Александр Винник станет гостем студии. Не пропустите. Проект снова в эфире с понедельника по четверг в 19.20 на городском телеканале. Возвращаемся в прямой эфир новостей городского телеканала о событиях среды. Вместе со мной Натальей Пиуновой рассказывают корреспонденты информационной службы. В интернете появился трейлер фильма о ярославском локомотиве, разбившемся 7 сентября 2011-го. В проекте режиссера Владимира Оленикова «Только лока» рассказывается о подготовке железнодорожников к ледовой схватке с минским «Динамо», на которую хоккеисты так и не добрались, погибнув на борту Як-42. Главные герои фильма «Болельщики» в «Только лока» снялись Алексей Гуськов, Ирина Розанова, Андрей Мерзликин, Анна Уколова, а консультантом стал Вячеслав Фетисов, сыгравший самого себя. Только лока. Только лока. Только лока. Ярославль открылась выставка «Интрига». Продолжение своей работы привез белорусский художник Вадис, иначе Вадим Красовский. И он уроженец Могилева, и в столице Золотого кольца впервые. Зрители, стоит сказать, удивились необычной технике, в которой работает автор. Марина Смарагдова расскажет, почему. Каждую картину сопровождают цитаты. Вот, например, из Владимира Высоцкого. «В этом мире я ценю только верность. Это валюта, которая никогда не обесценится». Стоимость картин Вадима Красовского тоже не оценить в деньгах Советского Союза. На портрет Мао Цзэдуна ушло 3347 десятикопеечных монет и несколько месяцев кропотливого труда. Детское занятие нумизматикой для белорусского художника стало поводом подумать о своей колее в искусстве. На многих монетах печатаются изображения царей, королей, королев всех. То есть на деньгах изображения. И мне хотелось перевести все наоборот. Из денег в изображение. Как говорит автор, один из зрителей подсчитал, на монеты, из которых сложен портрет Сальвадора Дали, можно было неплохо отдыхать на море целый год. На портрет Никаса Сафронова ушло рекордное количество – 8 тысяч монет. Выставка шикарная. Я такого ни разу не видела. С Никасом тоже знакома. С Никасом знакома, видела его работу, но это, конечно, потрясающе. Это вообще новое направление, да, получается. Монетизация великих продолжается. Автор выбирает вершины, намеренно избегая современных политиков. В экспозиции – сундучки с монетами. Пытливые зрители могут подсчитать и вес картины. По-настоящему счастлив не тот, у кого есть деньги, а по-настоящему счастлив тот, кто умеет ими наслаждаться. Ну что же, исходя из этого, после открытия сегодняшней выставки, осмотра ее экспонатов, я более чем уверен. Отсюда все выйдут, конечно же, обогащенные. Новыми впечатлениями точно. Художник придумал не только это направление – фейстрим, но и псевдоним – Вадис. Вторую своему методу – складывать смыслы. Марина Смарагда, Михаил Орлов, Новости города. Букросинг, чтение стихов, опрос горожан. Сегодня на улице Кирова в Ярославле в очередной раз прошла акция «Читать модно». Она проводится Центром молодости при поддержке управления по молодежной политике мэрии совместно с библиотекой имени Некрасова. Каждый желающий мог взять себе приглянувшуюся книгу, а также оставить свою. Кроме того, прочитать либо свое произведение, либо любимого автора. Ты выбираешь женщину для жизни, как выбираешь пищу на обед. И лишь многим ты садилась на колени, а теперь сидишь вот у меня. Пусть твои полузакрыты очи, и ты думаешь о чем-нибудь другом. Также ребята из волонтерского корпуса проводили опрос прохожих об их предпочтениях в литературе и о том, читают ли вообще книги. Демки, любите читать книги? Конечно, люблю. Часто читают? Ну так, частенько. Есть какие-то любимые авторы? Конечно, Шантарам. Только я автора не помню совсем. Часто книгу беру в руки, планшетов нет. Ну, раз в день хотя бы. Уделяю книге, может быть, ну, суммарно 30 минут минимум. Какой литературе? В основном художественная. Это популяризация чтения среди молодежи особенно. И потому что я думаю, что мнение о том, что сегодняшняя молодежь не читает, это совершенно неверно. Читает еще как читает. И на этой сцене можно видеть представителей молодого поколения. И теперь к спортивной части выпуска. Эдвард Паскуали признан лучшим игроком дня в КХЛ по итогам голосования болельщиков. Прошла его первая схватка в составе «Локомотива» и сразу на ноль. Голлкепер отстоял матч с «Витязем» и не пропустил ни шайбы. Зато команда противника получила в свои ворота пять. Таким образом, железнодорожники разгромили подольский «Витязь» на его же льду. Также вернулись в заявку Антон Ландер и Андре Петерсон, пропустившие четыре предыдущих матча по болезни. Впереди у «Локомотива» вторая в сезоне встреча со «Спартаком» в Москве. Ярославский «Шинник» возвращается на поле. Информацию городскому телеканалу сегодня сообщили в клубной пресс-службе. В пятницу выездной игрой с командой «Динамо» «Брянск» черно-синие начинают октябрьскую матчевую серию. Это первый выход подопечных Александра Побегалова после двухнедельного карантина. После «Брянска» «Шинник» в следующий вторник сыграет дома с «Нефтехимиком» из Нижнекамска. Начало матча в 18.30. Матч «Буревестника» с ЦСКА-2 перенесен на неопределенный срок. Первая игра нового сезона чемпионата России среди команд Суперлиги-1 должна была состояться в четверг в Ярославле. В социальных сетях нашей баскетбольной команды сообщается причинно-отмены непредвиденные обстоятельства у москвичей. Кроме того, решение обусловлено рядом объективных обстоятельств, так как безопасность игроков и зрителей на первом месте. А вот о переносе матча против «Химки» Подмосковья пока никто не говорит. Он должен состояться в воскресенье. Среди популярных направлений внутреннего туризма по-прежнему лидирует Сочи. В ярославских туркомпаниях сообщают, по сравнению с октябрем прошлого года спрос на отдых в Краснодарском крае вырос в два раза. Это связывают с доступными ценами, а также устоявшейся на побережье теплой погоды. А вот порадует ли она ярославцев, которые возвращаются оттуда в родную область. Ольга Муравьева располагает информацией. О погоде на четверг расскажу я, Ольга Муравьева. Здравствуйте. Утром небо покроется облаками, которые продержатся до конца дня. Осадков не ожидается. Подробности далее. Некогда нам гревать. Время крышу покрывать. Построив свой шикарный дом, пора подумать про забор. Металлочерепица, профнастил, водосточные системы, профильные трубы. Металлопроф. 338-339. Ночью в четверг в Ярославле облачно, без осадков. Температура 10 градусов. Ветер северный 4 метра в секунду. Влажность воздуха 81%. Атмосферное давление 758 миллиметров втутного столба. Днем в четверг в Ярославле переменная облачность, без осадков. Температура 18 градусов. Ветер северный 4 метра в секунду. Влажность воздуха 66%. Атмосферное давление 759 миллиметров втутного столба. Начни ремонт вместе с Торекс. Выбирай стальные хиты продаж Торекс с выгодой до 10 тысяч рублей. Не пропусти специальное предложение осени на двери Торекс. На этом прогноз погоды окончен. Отличного продолжения недели. До встречи завтра. Через мгновение эфир городского телеканала продолжит российская драма «Язычники». Живет себе одна несчастливая семья. Отец безработный и мать, наоборот, пашет, чтобы оплатить образование дочери в доме бесконечный ремонт. И вот неожиданно, негаданно приезжает бабушка после 10 лет скитания по святым местам. Тут-то жизнь и начала налаживаться. Это все, что успеваю рассказать. Наши новости также доступны на сайте gtk.tv и в пабликах городского телеканала во Вконтакте, Фейсбуке и Инстаграме. В студии работала Наталья Пионова. До свидания.